Здарова всем друзья, с вами как обычно Дапо. В последнем обновлении на Аризоне была добавлена интересная штука под названием Американская Классика. И суть этой обновы в том, что абсолютно каждый из вас на любом уровне может получить целых три секретных в какой-то степени машины. Особенность этих машин в том, что они будут принадлежать только вам, то есть вы не сможете их кому-то продать, однако вы без проблем сможете их слить в гос. То есть по сути сервер вам дает машины и если они вам не нужны, вы можете их продать в гос и получить за это халявные бабки. Но в сегодняшнем видео, друзья, мы с вами посмотрим все эти машины, потому что у меня они уже давным-давно все есть. Я давно хотел записать это видео, но не стал этого делать, потому что было бы просто лень. Итак, Американская Классика. Если ввести в чат команду Slashman и выбрать последний пункт, как раз таки 14-й Американская Классика, то перед нами будет выбор из трех автомобилей. Шевролет Корветт, Додж Рам какой-то и Форд Мустанг. И если честно, из всех трех машин мне нравится только первая. Вообще первая и третья похожи по окрасу, однако первая более такая приятная, знаете. Вторая тоже неплохая, но третья мне прям вообще не зашла, однако я все три купил. И как вы видите, друзья, у меня уже можно купить новую. Короче, смотрите, чтобы купить эту машину, вам необходимо просто пригласить на сервер 12 игроков, то есть 12 друзей, которые должны достигнуть восьмого уровня. И тогда, когда у вас эта полосочка полностью заполнится, вы без проблем купите какую-нибудь из этих машин. Как я уже сказал, я все три уже купил, могу уже даже четвертую, но мы это сделаем в конце ролика, вы поймете почему. Ну а я сегодня хочу все эти машины, друзья, протестировать, показать вам, потому что если у вас нет возможности купить эти машины, вы в этом видео поймете, нужны ли они вам вообще. Итак, давайте для начала я отгружу лишние тачки, которые у меня загружаются по умолчанию. Что я сделал? Так, и начнем мы, пожалуй, с самой, наверное, интересной тачки, которая мне больше всего нравится, это Chevrolet Corvette. Чтоб вы понимали, он настолько мне зашел, что я даже на него накатил вроде Твин Турбо, ну да. Итак, вот он, Chevrolet Corvette, вот так вот интересно он достаточно выглядит. Двухместная тачка, давайте куда-нибудь выйдем отсюда, потому что на песке тестировать машина будет такое себе. Собственно говоря, вид изнутри, все, конечно, очень детализировано, не знаю, хорошо это или плохо, но в любом случае, со стороны машина реально выглядит очень красиво, ну мне прям реально заходит. Мне еще нравится то, как она забавно двигается, видите, у нее прям подвесочка такая интересная, то есть на мелкие бугры прям залетаешь и тебя так подталкивает забавно достаточно, я не знаю, почему так. И я уже машину погнул, серьезно. Ну вот видите, как ее трясет из стороны в сторону, хотя я заезжаю просто на маленькие бугры. Ну-ка, здесь такая фигня будет, интересно. Ну да, видите, ее прям кидает, как будто прям внедорожник какой-то, я не знаю, но это забавно, это реально круто. Классно, конечно, мы приехали, у меня закончилось топливо. Ладно, давайте сейчас это исправим быстро. Вот таким вот читерским образом, без топлива. Ну, мне можно, я админ, я думаю, ничего страшного. Где-то там у нас заправочка. Так, лишь бы в нее не врезаться. Так, ну все, полный бак. Короче говоря, вот такая вот интересная машина. Мне она реально заходит больше, чем остальные. И я даже не понимаю, почему там добавили еще похожую, точнее с похожим окрасом. Ну, не суть. Давайте пока поставим, ого, пометка бизнеса, стрелочками серьезно. Это получается, если поставить ночь, set time 0 они будут, ого. Слушайте, это оригинально, кстати. Правда, сдалека непонятно, конечно. Если бы это было на стене, было бы более круто. Например, если бы ты дружище здесь разместил эти стрелочки. Ладно, не суть. Короче говоря, вот такая вот машина. А мы, пожалуй, продолжим смотреть следующую. А следующая на очереди у нас Dodge Ram какой-то. Или ROM, я не знаю, как это называется. Итак, загружаем его. Так, вот она. С виду прям, ну, супер простая тачка, чтобы вы понимали. Что, я уже закрыл ее, что ли, серьезно? Тачка реально очень простая. Выглядит слишком как-то примитивно. Ну, не знаю, может кому-то такое и нравится. Но мне что-то прям вообще не особо. Да блин, я везде бы вытащил ключи. Дабы, опять же, не лохануться. Давайте быстренько ее заправим. Но, ну, не знаю, друзья. Может быть, вам такие тачки и заходят. Она реально громадная. Прямо посмотрите. По сравнению с той. Давайте сейчас даже сравним ради интереса. Сейчас я фастом заправлюсь. То есть, если я реально напрямую подъеду к этой машине. Ну, типа, прям, знаете, небо и земля. Она длиннее, она выше. Ну, это прям, ну, нормальная такая машина. Серьезно. Давайте-ка я, кстати, ту тачку уберу. Потому что, ну, мало ли что. Она как-то медленно поворачивает достаточно. Но мне интересно, как она ведет себя на каких-нибудь препятствиях. Типа, допустим, я во что-то врежусь. Вот, допустим, там тачка стоит чья-то. Просто ради интереса я в нее врезаюсь. Ну, слушайте. По инерции полетела так-то. То есть, она даже... Она даже больше этой? Серьезно? Ну, то есть, типа, на этой тачке по факту можно будет кого-то даже снести. Но она реально здоровая. Посмотрите. На ней, как вы видите, уже нет каких-то таких багов, знаете, типа, чтобы она подпрыгивала, как предыдущая. Хотя, хотя, 50 на 50. Вот сейчас меня протаранили немного, и ничего не произошло. То есть, я никуда не улетел. Ну, неплохая, не спорю. Но мне прямо она не заходит. Опять же, я не знаю, можно ли эти тачки красить. Мне кажется, конечно же, можно все-таки. Ну, типа, поменять цвет общий. Но вот насчет внешней окраски, типа, знаете, которая там была на той машине, мне кажется, их менять нельзя. Потому что я смотрел модельки автомобиля, и там статичная покраска. Поэтому я сомневаюсь, что их можно менять. Ну, в общем, машина как машина. Не знаю. Кому такая нравится. Может быть, вы себе такую и возьмете. Не знаю. А еще у нее не бьются окна. Я не знаю, что с этой машиной не так. Ну, короче говоря, вот такая вот тачечка. Ладно. Давайте продолжим смотреть следующую. У нас остался, как я понимаю, Ford Mustang Shelby GT500. Знаете, когда я сейчас ее заспавнил, мне показалось, что я уже ее юзал. Но при этом это другая тачка. Блин. Вот настолько они похожи, что с виду-то ничего и не скажешь. Что мне в ней не нравится? Она, в принципе-то, красивая. Ну, серьезно. Она классная. Сзади классная. Но вот перед у нее вот этот вот острый, знаете, как... Как что это? Я не знаю, зачем так вот сделано. Ну, это, видимо, форма машины такая, конечно. Задумано. Но все равно. Мне прям что-то не заходит. Ладно, не суть. Давайте сядем в тачку. Что-то мне подсказывает, что эта машина будет ездить абсолютно так же, как ездила, предположим, первая тачка. На таком же легке. О, нифига ее прям. Ну и она налегке доедет. Поворачивает легко. Кстати, я не посмотрел вид из кузова у средней машины, у белой. Ну, не суть. Глянем здесь. В принципе, тут даже как-то круче. Ну, то есть, внешне она мне меньше всего нравится, но внутри она классная, серьезно. Давайте еще немножечко на ней покатаемся, посмотрим на ее поведение. Ну, в принципе, да, она неплохая достаточно. То есть, если на ней ездить, но мне кажется, что она не, как бы, будет, ну, да, типа, видите, фишка в том, что если на ней врезаться или врежутся в вас, то вы, скорее всего, отлетите. Она какая-то слишком легкая. Я не знаю, может, мне кажется, но давайте проверим, допустим, здесь. Ну, да, видите, маленькое врезание и все, ее прям разворачивает сразу. Не сказал бы, что это супер круто. На любителя, реально, на любителя. Ну, раз уж тут попалась заправочка, давайте уж по классике заправим и ее. И да, друзья, стоит помнить о том, что все эти машины, как бы, они принадлежат вам, но продать кому-либо конкретно вы их не можете и выставить свою цену. Но, однако, эти тачки можно сливать в ГОС и за это получать верты халявные. Ну, короче, смотрите, такая вот машина, в принципе, неплохая. Вот перед мне не нравится совершенно. Не знаю, что это, какой-то клюв. Ну, короче говоря, на любителя. Ну, а теперь, друзья, я на ваших глазах попробую купить еще одну машину в американской классике. Так как мы видим, у нас тут, видите, 12-12 рефералов. Значит, я могу выбрать любую из них. Ммм, давайте выберем... Ну, не знаю, ну... Ну, давайте среднюю. В принципе, хотите, нет, давайте первую, она самая классная. Все 12 приглашенные фами игроков достигли восьмого уровня и теперь вы можете бесплатно получить один из... Один любой из трех автомобилей. Вы выбрали Chevrolet Corvette. Реально хотите получить ее? Бла-бла-бла. Получить. Поздравляем, вы получили. Счетчик игроков обнулился, типа того. Ну да, то есть теперь по новой нужно будет ждать рефералов. И так, у нас получается в... Ну да, в инвентаре появился Chevrolet Corvette. Давайте тогда я выгружу те тачки все и отправимся на АБ сразу же. Потому что там нужно ее получить будет. Собственно, зачем я это все делаю? Все очень просто. Я просто хочу на ваших глазах тачку эту одновременно себе добавить и в то же время слить в ГОС. Так, использовать. Спасибо. Бла-бла-бла. Ну все, тачка появилась, короче говоря. В ней уже нет бензина. Точнее 3%. Серьезно, мне выдается тачка без бензина. Ну ладно, это не так важно. Короче говоря, если я пропишу, допустим, sell карту, его можно продать только государству. Видите, в чате эту фигню пишет. Поэтому давайте тепнемся обратно, чтобы нам никто не мешал. Поэтому продаем эту тачку просто государству. Собственно говоря, вы реально хотите продать машину за 2 миллиона вирт. Ну в принципе у меня такая уже есть, поэтому да. Все, я продал ее и по сути я с ничего получил 2 ляма. Просто так. Если я продам все остальные машины, то еще 6 лямов на руки получу. Но я этого делать не буду, потому что у меня деньги в принципе есть. Я их ни на что не трачу. Поэтому имейте в виду, друзья. Все этой тачки очень легко получить. Вам нужно только приглашать игроков на сервер и все. В принципе. Ну а так, друзья, не забывайте ни в коем случае о том, что я играю на сервере Arizona Saint Rose. Каждого из вас здесь с радостью жду. И я не просто так всегда вам об этом говорю, потому что на сервере есть очень крупный бонус для каждого из тех, кто смотрит это видео. Смотрите, если вы укажете при регистрации мой ник, вот так, и всего лишь на пятом уровне промокод хэштег DAPO, то сервер вам автоматически выдаст 900 тысяч вирт. Это почти целый миллион, просто так вам на халяву. И на начальном этапе игры он вам очень пригодится, так что скорее заходите на сервер и играйте вместе со мной. Ну а в прошлом видео побеждает вот этот вот игрок. Напиши мне, пожалуйста, в инстаграме, ссылочка будет в описании. А сегодня мы разыграем 2000 АЗ монет. Чтобы их выиграть, вам нужно просто подписаться на мой канал, поставить лайк на этот ролик и колокольчик, и написать в комментарии свой ник на Arizona Saint Rose, и все. Ну а на этом ролик подошел к концу, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.